Всем привет, это видеоблог серийный продюсер. Меня зовут Николай Пак. В нашем очередном выпуске наш гость Артем Лэмперт, сценарист и режиссер сериала Ольга, уже четыре сезона, и сценарист и креативный продюсер компании Good Story Media. Я правильно все сказал, да, Артем? Да. Хорошо. Артем, подскажите, пожалуйста, вот, ну, в принципе, тривиальный вопрос. Переход в сценаристы, да, то есть вы же перешли из КВН, как и многие сценаристы. Расскажите, пожалуйста, как это было? Мы писали КВН для разных команд, работали уже в какой-то момент наемные авторы, я, мои друзья, коллеги, и поняли, что как бы не предел мечтаний это, хотим заниматься чем-то более профессионально, на профессиональной основе, и Артем Логинов, наш генеральный продюсер Good Story Media, он в тот момент как раз занимался, ну, у нас, у нас был с ним контакт, мы там совместно придумывали несколько серий Ка детства, он был креативным продюсером Папиных дочек, и мы писали диалоги Папиных дочек, но это так пробовали, как бы, пробовали-пробовали, и в тот момент он уже занялся разработкой сериала Воронины, адаптацией, и там нужны были авторы, диалогисты, те, кто будут адаптировать сериал, и вот как бы стал он нас привлекать, мы стали с удовольствием привлекаться, уже мы поняли, что хотим этим заниматься, заниматься в основном, а не КВН, но и постепенно, постепенно, как бы, мы пошли, хотя там заработки были чуть меньше, чем в КВН, пришлось немножечко шаг назад сделать, чтобы давай вперед шагнуть. Ну, а вот Воронина, это же была адаптация, да, вот вы когда нам рассказывали, вот на вашем курсе о том, что были, приезжали консультанты... Приезжал к нам Джереми Стивенс из Sony Pictures, как бы, один из отцов-основателей сериала Everybody loves Raymond, который, оригинал, с которого Воронины адаптировались, он приезжал, с нами здесь довольно много времени проводил, сидели мы в авторской комнате, обсуждали, он приезжал на съемки, как бы, и заодно он, как бы, нес вот этот дух Рэймонда и вообще дух понимания, ну, чтобы вы представляли, это такой седовласый такой, с седой бородой, похожий на Стивена Спилберга, человек из Голливуда, который, там, с еще шестьдесятых годах, там, уже в Голливуде на кабриолете рассекал, а нас еще в помине не было, вот, и который просто, у которого внутри сидит вот этот дух того, как правильно драматический должна быть построена, ну, в частности, комедия, ситком, по каким он принципам существует, а мы здесь, КВНщики, только пришли, только начали делать, и нам лишь бы шуткануть, лишь бы посмешнее, не важно, что там, как, и вот он буквально выбивал из нас палкой, КВНщину, и вбивал в нас структуру понимания того, как должно драматическое произведение строиться, за это ему огромное спасибо, респект, он наш дедушка. Ну, то есть, получается, ну, так, теоретически, то есть, должен был приехать консультант, который, ну, как бы, следит за тем, что вы, там, ну, шли по франшизе, да? А получается, здесь, здесь, на самом деле, постепенно было, сначала он, да, сначала он следил за тем, как мы снимаем, как снимает сериал, и указывал нам, где мы, вот, увлекаемся, там, как бы, в угоду юмору, смысл, смысл теряем. Потом, постепенно, там, закончились уже серии, которые мы адаптировали, и пришло время писать оригинальные серии, так как сериал был очень популярным, и его канал СТС там продлевал и продлевал, и серии закончились. И вот мы уже, после того, как адаптировали все серии, которые были, мы уже писали авторской комнатой, в которую сам Джереми входил, мы уже писали оригинальные серии, которые должны были быть, как минимум, не хуже. Американских оригиналов, да, и, ну, во многом, благодаря ему, и тому, что он нас учил, следил за вот этим вот, камертоном нашим был, все, у нас вроде получилось, и мы еще там больше, сколько там, двухсот, что ли, серий написали. Ну, то есть, получается, это все-таки, это было такое постепенное вкатывание, да, если, исходя из ваших, из того, что вы рассказывали, даже диалоги на, ну, я знаю, что из папины дочек очень много сценаристов вышло, он был один из таких первых. Да-да-да, много, много писали, учились там, набивали руку на диалогах, потом набивали руку, перешли дальше, вы уже, ну, могли писать, но уже с готовыми персонажами. Как мы на курсах говорим, вот, и мы о многом советуем, не сразу со сложных форм начинать, а взять какую-нибудь, написать, ну, какой-то там фанфик или что-то, или попробовать уже с понятными персонажами, это, потому что придумывать персонажи, это, ну, отдельная, просто дикая работа. А здесь есть понятные персонажи, уже прописанные, с комедийными перспективами, со всеми делами, с языком своим уже. И с ними уже, уже с такими готовыми-то тяжело придумать четкую историю по всем законам жанра. Когда научились это делать, уже, вот, принялись придумывать что-то свое, сели, подумали, и получилось, вот, Ольга у нас. Там мы тоже начали с придумывания персонажей, долго разминали персонажей, и потом уже с ними, вот, по этой нашей схеме стали придумывать уже сюжет. Я вот хотел спросить, еще уточнить по Ворониным, смотрите, то есть, а вот эта схема, я не знаю, она там оттуда пришла, из американского, но то, что сейчас, то, что сейчас пишется, как комедийный сериал или ситкомы, вот, в три линии, либо две с половиной, там, либо две линии плюс анекдот, это все у них тоже, да, то есть, это все оттуда тоже пришло. Да, да, конечно, конечно, трехлинейные ситкомы, ну, то есть, Воронины, там, они основаны на Реймонде, и там структура такая, три линии, линия А большая, линия Б, линия С меньшая, может быть, раннером, но у нас она раннером не является, у нас она полноценная линия, равнозначная иногда линия Б. Понятно. Расскажите, пожалуйста, вот вы уже упомянули про Ольгу, да, то есть, это, ну, такой громкий проект, который, ну, я не знаю, наверное, такой вашей визитной карточкой, наверное, на этот момент продолжает являться, а вы, вы, ну, как вы придумывали персонажей, вообще, зачем понадобилось, ну, в смысле, это было какое-то, не знаю, там, задание от генеральных продюсеров, от канала, или вот. Ну, смотрите, во-первых, наш генеральный продюсер, он, это Артем Логинов, он действующий, функционирующий автор, который и идейным вдохновителем этого сериала является. Он, там, с Пашей Орешиным, с моим, с автором, с режиссером, другом, как бы, вот они вдвоем и притянули меня в свою компанию и сели придумывать, как бы, сериал, ситком, новый проект для канал Тенте. Задача была только такая, потому что там у Good Story Media сотрудничала с Тенте, только начиналось тогда сотрудничество, и вот нам нужно было какой-то сгенерировать свой проект для канала Тенте. До этого мы делали проект для канала СТС, это были вот Воронины, и, покопавшись, посидев, мы поняли, что, как бы, семейные истории – это то, что мы хотим продолжать делать, как бы, то, что у нас хорошо получается, у нас у каждого есть семьи, у нас у каждого есть, как бы, дедушки, бабушки, мамы, папы, дети, жены. И нам интересно об этом рассказывать истории. Единственное, что вот мы хотим, наверное, это сделать уже не по СТС, как бы это не звучало, хорошо ли, плохо ли, ну, это свой формат СТС. Мы хотели, вот, сделать шаг в сторону реализма, трушности, в сторону, и канал Тенте нам это, в принципе, позволял в эту сторону шагнуть. Мы, как бы, засучив рукава, сели, стали вот придумывать с этим учетом персонажей. Все, больше никаких вводных не было, это все вот от нас шло, от того, что мы хотим рассказывать, о чем. И дальше уже стали появляться персонажи, и эти персонажи стали обрастать какими-то деталями, подробностями, и вот получилось, что получилось. Расскажите, пожалуйста, как это происходит? То есть, посмотрите, вы, например, разработали, я не знаю, как правильно, библию, либо написали первую серию, да? Потом вы набираете, ну, собираете какую-то группу, или, ну, и потом, как бы, хедрайтите ее, либо сами еще? Нет, библию мы не писали, как бы это ни звучало. Тем более вдвоем, да? Да, 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 тем более втроем. Втроем, да. Втроем, да. Втроем, хотя все конфессии у нас там были представлены, основные. Но придумали персонажи, придумали вот этот мир, как бы написали сюжет, сюжет, как бы эпизодный, это называется, первой серии пилота. На основании этого пилота написали диалоги, сами их отдрафтовали. Артем Логинов, наш, по сей день, как бы, понимающей стороной этого является. Он все скорректировал, мы с Пашей писали диалоги, отправили на канал. Каналу, история очень понравилась, продюсерам канала, они дали добро на съемку пилота. Мы, значит, вот с этим добром пошли, пригласили режиссера, операторов, сняли, откристинговали, нашли актеров. Ну, то есть, там поэтапно, то есть, изначально думалось Ольга немножечко другой. Когда появилась Яна Троянова, это все, как бы, стало обрастать вот вокруг нее. Она вот центр этой вселенной Ольги стала, и тональность вот эту вот привнесла правильную. И, как бы, мы поняли, что получается лучше даже, чем мы придумывали. Мы скорректировались, подправили сценарий с учетом того, что у нас вот есть такая замечательная арт-хаусная актриса. Вокруг нее создали ансамбль актерский. Под каждого актера тоже чуть скорректировали персонажей, исходя из того, кто этого персонажа воплощал, что какие-то есть сильные стороны, слабые стороны, кто-то более драматичный, кто-то более комедийный, кто-то не умеет шутки говорить, кто-то умеет, понимает, как юмор говорить, с кем-то работали больше. Вот. Сняли пилот, смонтировали пилот. Как бы, попробовали разные темпы, разную музыку, разный, тоже там скорректировали тональность. Поняли, что вот если мы все русской музыкой заливаем, то это у нас балабанов получается. Беспросветная, беспросветная и совсем не комедия. Попробовали какую-то музыку американскую 30-х годов сначала. Поняли, что это хороший контрапункт, но странно, что она там, эта музыка у нас из 30-х годов из Америки. Нашли, вот компромиссный вариант S-of-Bass, поняли, что это может быть музыка главной героини, что вот так вот мы ее заведем, так получится. В Юргену нашли другую музыку, вот это еще из Америки пришло, там была Папа Ласс-Мамба. Не смогли ее приобрести, и она стоит каких-то космических нереальных денег. Покопались, покопались, нашли вот другую песню, которая вот темой Юргена является. Поняли, что это знак, так должно быть. Как бы вот оно вот так все сложилось, да, и после этого под... Сценарная группа, да? Там же еще кроме вас есть сценарист. Да, под, как бы, вот это все понятно, что пилот, и нужен сезон. И вот под этот сезон уже наших всех друзей-сценаристов, писавших Ольгу довольно длительное время, мы собрали, их у нас семь человек в авторскую группу, это включает меня, Павла и еще пять сценаристов. Вот, как бы, Павел является хедрайтером этой группы, как бы руководит работой. Артем является, как бы, редактором, генеральным продюсером, последнее слово. И он, как бы, со стороны смотрит на все, что придумано. То есть он в процессе, когда ты кто, бывает, заносит, уводит и так далее, он вот своей могучей рукой нас поправляет, направляет. И, как бы, вот с таким коллективом довольно долго мы, по сути, рождали, больше девяти месяцев. А вот, скажите, вы же еще с Павлом и режиссеры, да, с третьего, да, или со второго? С третьего сезона. Там ситуация была такая. Мы сотрудничали сначала с Лешей Нужным, с Игорем Волошиным. Вот, по ходу первого сезона, сами были постоянно на площадке, как шоураннеры, как креативные продюсеры. Второй сезон мы сотрудничали с Антоном Барматовым, режиссером, и поняли один момент. Каждый из них внес свой вклад, как бы, свое какое-то видение, свои какие-то идеи. Но мы поняли, что, во-первых, не полностью совпадает наше видение с их видением, не всегда. А во-вторых, что в российском вот производстве, как бы, вот эта вот связка режиссер-креативный продюсер имеет большой перекос в сторону режиссуры. В сторону режиссера, что все производство заточено под режиссера. А у нас, ну, как бы, и как вот на Западе, в принципе, это нормально, что все-таки последнее соус зашел урана, потому что он вот от первой буквы и до последней склейки ведет проект. И мы поняли, что это не совсем прямая схема у нас получается такая, и вот эта кривизна немножечко, она не то, что портит или лучше делает, она процесс немного усложняет. Просто делать его сложнее, чем он должен быть в производственных во многих местах. А мы, как бы, вот два года на площадке присутствуя и творя вместе с режиссерами, поняли, что, в принципе, давай попробуем сами. Там еще бы у нас, на самом деле, проект была «Оконная полиция», в которой мы параллельно тоже были креативными продюсерами, и в которой мы просто физически не нашли режиссера, и в какой-то момент, когда уже сроки поджимали, а надо было снимать, уже лето заканчивалось, мы решили, что давай попробуем сами. И наш там был оператор Семен Яковлев, который сказал, у нас же есть режиссеры, пусть снимают сами. А вы вдвоем первый момент, да? Мы вдвоем, как бы, на площадке, такой творческий тандем, споров у нас не возникает принципиальных. Мы, в принципе, друг друга понимаем с полуслова, давно дружим, сотрудничаем еще со времен КВН, с 2000 года. То есть, вот, как раз к 18-му, уже 18 лет было, совершеннолетие отношений нашло. И, в принципе, как бы, больше помогает, ну, там, мне лично очень помогает. Ну, то есть, вы режиссируете только свой материал, да? Мы пока на данный, да, только свой материал мы ставили, да. И, как бы, противоречий каких-то затыков с тем, что мы вдвоем не возникает. Тем более, что мы этот материал, ну, как бы, сами писали в авторской комнате каждый день. Были, вычитывали, утверждали, диалоги читали. Вот. И вот с третьего сезона пошли в бой сами. Артем, я хотел спросить, ну, последний вопрос. Ну, в принципе, этот канал у нас вот для сценаристов, для продюсеров, больше для сценаристов, наверное. Вот, но вот вы рассказали свою историю, и у тех людей, которых я брал интервью, которые тоже работают, вот, ну, у вас в России, в этой же индустрии, очень у многих похожая вот эта история прохождения, она такая ступенчатая и многолетняя, да? Как вы думаете, как сейчас, например, молодому сценаристу попасть, вот, ну, если он только не полностью такой какой-то рожденный пророк или гений, то есть, который все знает откуда-то изначально? Ну, вот, как, какой сейчас, то есть, условно говоря, социальный лифт нужно пройти, чтобы, ну, там, попасть в ту же самую автоскую комнату? По-разному, здесь, по-разному, здесь, ну, как бы, рецепта готового нет. Ну, а какие-то предположения какие может быть? Нужно, ну, во-первых, нужно подучиться, все, все, не считать, что вот я не признанный гений, и я все, что написал, все это уже изначально хорошо, гениально, и, если кому-то не нравится, тот не понимает. Во-вторых, браться за, ну, как бы, не внушаться, браться за работу, связанную со сценарием, любую, которая подворачивается, совершенствоваться, как бы, ну, понимать, что я, если вот пишу этот, там, какой-то утренний или ночной сериал, который много людей не смотрит, это просто моя учеба и мой вход, знакомство с продюсерами, знакомство с более массивными авторами, с какими-то режиссерами, с которыми потом в коллаборацию какую-то вступить, создать, подключиться, может, где-то бесплатно пожертвовав каким-то минутной выгодой, поучаствовать в таком-то проекте, который сможет вот этот вот прорыв, толчок дать для создания уже чего-то большого, стоящего, ну, как бы, прорваться в индустрию. С любой стороны этих сторон много, по-разному, не обязательно через постель, в основном через творчество. Попадание через постель – это уже комодити. Да. Понятно. Хорошо. Артем, большое спасибо за то, что уделили нам время. Я надеюсь, еще, я еще раз к вам постучусь, может быть, еще какие-то темы обсудим. Да. Еще раз большое спасибо. Это был проект «Жерели Продюсер». Счастливо. Меня зовут Николай Пак. Подписывайтесь, если вам это нужно. Всем пока. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok